ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте. Привет. А что это у вас за изображение позади? А смотрел я ролик там. И как вы смотрите спиной? Ну, передо мной компьютер, я его тут вижу. Нет, я показывал человеку, как это крымчанин жалуется, как при России плохо стало жить. В основном лучше. Кому-то может лучше, кому-то нет. А можете найти ролик, где говорят, что при России стало лучше жить? Да, да, я видел такие ролики, конечно. Ну, то есть вы избирательно выбрали именно тот, который подходит под вашу повестку, правильно? Нет, нет. При России стало лучше жить, люди некоторые говорят. В основном, например, там, ну, во-первых, живя в Крыму, очень сложно сказать противоположное. Я выбрал этот ролик, потому что очень мало кто решается это сказать. А вот он, например, решился, вот этот человек. Ну, сейчас запинают, сядешь шапкой для всех, слухольство тянуто. Ни одной государственной аптеки нету, про них никто не проверяет. Они не помогают российские медикаменты. Ну, зайди в любую аптеку, подделка, подделка и подделка и подделка. Я дам мне свою эту информацию, хоть терзайте, а вот они не прячутся. Я живу в Красно-Перекопске, если она выйдет куда-то в эфир, вот я на него устаю. Я боюсь. Он, вот, в Красно-Перекопске человек не побоялся сказать 9 тысяч пенсия. Вот при России 9 тысяч пенсия нормально? Как человек может быть? По российским законам российская пенсия не может быть меньше минимальной оплаты труда, которая составляет около 12 или 13 тысяч. Это неправда. Он лжет. Это неправда. Нет, вы не знаете, вы не владеете информацией. Посмотрите информацию. Я смотрел, минимальная зарплата сейчас, в рот, да, так называемый, 13 700. Ну, в общем, 13 700. У вас зарплата, не минимальная зарплата, а... А, да, да, минимальная зарплата, да. А пенсия есть намного меньше. Пенсия есть и по 8 тысяч, и по 9, и по 10, по 12, очень много. Вот, потому что минимальная... Вы знаете, вы знаете, какой у вас минимальный прожиточный... Прожиточный минимум у вас какой-то, знаете ли, в финансовом выражении. У вас прожиточный минимум выше, чем ваша минимальная зарплата. Я понимаю, звучит парадоксально, но это факт. Минимальная пенсия в России, это уровень пенсии, который не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. В 2023 году федеральный минимум для пенсии равен 12 363 рубля. Так, а теперь по 312 тысяч... Регионы, 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 это важно, могут устанавливать свой минимум. Если региональный прожиточный минимум выше федерального, то минимальную пенсию выплатят по минимуму. Ну вот, видите, значит, по минимуму и выплачивают совершенно. Но это не может быть 9 тысяч. Как не может быть? Либо выше, либо такая же. Нет. Это устро... Подождите, а откуда вы взяли жидкое 9 тысяч? Это вы мне сказали 9 тысяч. Я сказал 13 700. Минимальный размер оплаты труда в России 13 700 в этом году. Ну вот, смотрите, этот человек обманывает по закону, по закону, он должен получать как минимум 13 700, если с ваших... Нет, нет. Он может получать... Минимальный размер оплаты труда, а не пенсии. Пенсия это не оплата труда. Не может быть, не меньше. Смотрите, я понял, смотрите, давайте я найду. Давайте я найду сейчас. Я вам даже скину ссылочку, если вы не умеете искать. Минимальная пенсия в России, это же очень легко, правда? Очень же легко найти. Найдите минимальная пенсия в России. Давайте я найду, и вы найдете. Ну вот, вы пока ищите, я вам еще раз повторю. Не-не-не, вы найдите. Вы найдите. Найдите. Уровень пенсии, который не может быть ниже. Найдите в цифровом выражении. Можете найти в цифровом выражении? Вы сами мне сказали, какой прожиточный минимум. И тот человек, который говорил про 9, там что-то, или я прослушал, обманывает? Это же очевидно. Вот, о, кстати, я нашел это. Я нашел это. Минимальная пенсия в России не может быть ниже показателя прожиточного минимума по субъекту РФ. Это вы читаете, правильно? Сравни.ру Это вы мне читаете или нет? А какой ресурс? Я слова вам говорю. Минимальная пенсия в России. Там, где написано 10, 207, 7. Это вот это вы мне читали? Нет, не вот это. А, вообще это за 23 год, а не за какой-то там 2010. Вот, вот, смотрите, вот, минимальная пенсия в России в 2023 году. О, шикарно. Сейчас я вам прочитаю. Что такое минимальная пенсия, как она рассчитывается? Социальная пенсия по старости. Вы говорите, не может быть. Социальная пенсия по старости, это тоже пенсия. Вы знаете, что такое социальная пенсия по старости? Вы продолжаете. Не спрашивайте, я вас не перебиваю. Нет, вы знаете это или нет? Что это означает? Я закончил, мне нужно знать, вы знаете, что это такое или нет? Я знаю. Не надо знать. Знаете, все, отлично. Читаю. Читаю вам. Социальная пенсия по старости. Ее минимальный размер с 1 апреля 2023 года. То есть сейчас. 7153 рубля 33 копейки. Вот и все. Вот вы и обделались с вашим незнанием элементарных. Я сейчас вам прочитаю кое-что. Вы дадите мне слово, как я вам дам. Да, конечно же. Минимальная пенсия в 2023 году в России, двоеточие. Если стажа и пенсионных взносов человека не хватает на пенсию, которая была бы выше прожиточного минимума, то к выплате применяет надбавку, социальную доплату. Федеральный прожиточный минимум для пенсионера равен 12363 рубля в 2023 году. Есть и региональные минимумы, они выше федерального. То пенсию увеличивают за счет региональных доплат. Вы понимаете, что это значит? Нет, не понимаю. Нет, не понимаю. Это набор фраз, ничего не значащих. Вот вам не нравится понимать то, что противоречит тому, что... Это набор фраз. Вы сейчас сказали набор фраз, из которых ничего не следует. Показывали. Так, ну понятно. У человека заклинило. Он понял, что он обделался. Что я его просто ткнул носом его же дерьмо. Читаю. Социальная пенсия по старости. Ее минимальный размер с 1 апреля 2023 года 7153 рубля 33 копеи. У некоторых людей-больше, например, у тех, кто живет в районах Крайнего Севера. У них больше. Вот. Дальше. Так. Те, кто пересел лучевую болезнь, инвалидность. Д-д-д-д-д-д-д-д. Вот. Страховая пенсия по старости. Это та, что до 1 января 2015 года называлась трудовой. Рассчитывается она по формуле. ИПК умножить на СПК плюс ФВ. Здесь ИПК индивидуальный пенсионный коэффициент. У каждого человека он свой и зависит в том числе от суммы страховых взносов, которые платит работодатель. СПК это стоимость одного пенсионного коэффициента, а ФВ фиксированная выплата страховой пенсии по старости. Стоимость одного пенсионного коэффициента и фиксированная выплата к страховой пенсии у всех одинаковые и меняются каждый год. В 2023 году СПК 123 рубля 77 копеек, а фиксированная выплата 7567 рублей 33 копеек. Дальше пишется как рассчитать пенсии до старости. Вот и все. Вот в общем-то и все. То есть получается, что тут еще написано? В 2022 году минимальная ИПК был 23,4. То есть минимальная страховая пенсия для двух указанных выше категорий 10 463 55 копеек. Разделить на 23,4 вновь на 123,77 плюс 7500. В общем, примерно такая же галиматья написана, из которой ничего нельзя вывести, простыми словами. Вот то, что примерно он сейчас сказал. Но, конкретно, а вот, кстати, условия для получения минимальной пенсии. Страховая пенсия по старству. Право на нее есть у граждан России и иностранцам с видом на жителей. А тут с какого года можно получать график роста по годам? Размер минимальной пенсии по старости за последние 5 лет. Вот, 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 читаю. Читаю. Значит, страховая на общих основаниях 8 тысяч, на 2023 год. Страховая на общих основаниях 8 384 рубля. Досрочная страховая 11 280. 1280. 11 280. Ну, это галиматья, ты же мне не можешь даже объяснить, что это означает. Досрочная страховая 11 280. Социальная 7 153.33, то, что я прочитал. По государственному обеспечению для тех, кто живет или работает в зоне радиоактивного загрязнения. Ну, это ладно, это не ладно. Вот и все. То есть, смотри, страховая на общих основаниях 8 300, досрочная страховая 11 280, социальная 7 153. Этот мужик мог очень мало работать, скорее всего, он очень мало работал. И, соответственно, он получает, как он сказал, 8 тысяч пенсий. Вот, дальше. То, что ты сейчас говорил, кстати, давай прочитаем. Минимальные размеры пенсии одинаковы по всей России. Но иногда они... О, вот, читаю, слушай. Это я нашел ответ на твой вопрос. Но иногда они не достигают прожиточного минимума. Иногда они не достигают. В таких случаях неработающим пенсионеру назначают социальную доплату, чтобы его уровень материального обеспечения был не ниже прожиточного минимума. У работающих пенсионеров права на доплату ниже. Ну и что из этого выходит? Каждый... И что? Получает 12... Что? Это... Вот вы полдня читали то, что в конце сами же опровергли. Нет, нет, нет. Подожди, я тебе сейчас объясню. Подожди, ты сейчас... Да не надо мне ничего объяснить. Всем людям и так все прекрасно. Понятно. Ты хочешь, чтобы я тебе объяснил? Ты сейчас спутал... Значит, я доплачиваю социальную... Так, подожди. Смотри, он сейчас путает федеральный прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Понимаете? Минимальный размер оплаты труда. Он сейчас путает эти два понятия. Мы сейчас говорили до этого. Мы говорили о минимальном размере оплаты труда. И он сказал, что не может быть меньше минимального размера оплаты труда. А федеральный прожиточный минимум в 2023 году 12 тысяч 363 рубля. 12 тысяч 363 рубля. Знаешь? Это значит, что пенсионеру доплатят до регионального прожиточного минимума. Регионального прожиточного минимума. А в Крыму региональный прожиточный минимум надо еще посмотреть, какой. Потому что федеральный прожиточный минимум 12 300, а региональный прожиточный минимум в Крыму, кстати, интересно. Вы знаете, о, а вот есть у нас Чикотский. А куда у нас отнесли, интересно, эти Крыму? Москва, Карелия, Коми. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, кто знает в Крыму. Не хочу сейчас на это тратить времени. У кого будет желание, напишите, какой у нас федеральный прожиточный, не федеральный, а прожиточный минимум в этом году для регионального, для Крыма. Напишите, и мы точно с вами разберемся в этом вопросе. Врет вот этот человек, который получает 8 тысяч пенсию или не врет? Потому что, как мы с вами выяснили, социальная пенсия 7 153 и, может быть, региональные ему доплачивают там еще тысячу с чем. Вот у него и получается 8 тысяч. То есть, у нас о чем мы спорили? О том, что врет этот человек или нет? Если кому-то не лень, вы знаете, посмотрите, пожалуйста, в Крыму, какой региональный минимум, прожиточный минимум региональный. И напишите. И мы тут поставим точку. Все, друзья, спасибо, пока. Так, ну что, друзья, вот я разобрался, вы знаете. Вот это к предыдущему ролику. Я уже решил не ждать, пока вы найдете. Я сам нашел. Точнее, я просто дальше прочитал в этой же статье. Смотрите, написано. Федеральный прожиточный минимум в 2023 году 12.363. Региональный может быть больше или меньше. Зависит от уровня цены. Например, в этом году прожиточный минимум в Белгородской области 10 385 рублей. В Белгородской области 10 385 рублей. А на Чукотке, например, 30 тысяч рублей. Так вот, если, не если, вернее, а мы смотрели, что минимальная пенсия 7 там с чем-то, да? И если, например, там тысяча с чем-то в Крыму доплата, то тогда 8 с чем-то этот мужик и получает. И ничего он не соврал, как этот орг нам это самое пытался втереть. Ну да, вот, видите, социальная пенсия по старости 7 153. А в Ленинградской области прожиточный минимум 12 733. Значит, судя по этому, будет у него пенсия 12 733. А в Белгородской области 10 385. Значит, пенсия будет 10 385. А вот в Крыму, а, кстати, да, в Крыму здесь нету. В Крыму все-таки найдите. Если в Крыму минимальная там 8 с чем-то, да, ну, значит, у этого мужика вот у него и прожиточный минимум. Значит, у него и есть эти 8 с чем-то. Значит, он не придет, правильно? Вот такие дела. Так что будем считать, что мы разобрались с этим. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»